итак добрый вечер а мы начинаем с вами сегодняшний семинар посвященный теме импорта данных из электронных таблиц microsoft excel в базы данных access тема достаточно интересная изучается у нас подробно в учебных курсах в центре специалист а ну а здесь это отдельное небольшое обсуждение данной тематики которая интересна тем кто возможно не работал еще с данными командами но и имеет такой практический интерес посмотрим не только стандартные приемы импорта но и ситуации которые могут вызывать какие-то проблемы и типичные случаи как с этими проблемами а мы можем с вами бороться зовут меня заяв андрей николаевич я буду проводить этот наш краткий семинар ну и начну я для начала вот с такого момента возможно не всем из вас приходилось иметь дело с базами данных access но сексулем в общем то я думаю большинство уже знакомы работали и представляют себе как выглядит там информация там у нас ячейки с данными там у нас листы с различными ячейками диапазонами и тому подобными вещами вот там также могут быть и диаграммы и сводные таблицы и прочее прочее если говорить о базах данных то здесь у нас как правило первую очередь другая немножко специфика работы мы говорим о хранении информации то есть о некой табличной наборе таблиц и только во второй очереди уже говорим о том что есть возможность эти таблицы как-то обрабатывать каким-то образом анализировать и тому подобные вещи и собственно на уровне таблиц обмен данными естественно осуществим на остальных инструментах у нас конечно совместимости отсутствует потому что ну сводные таблицы excel это только его фирменный инструмент и я никаким образом не смогу перенести никуда в таком виде не потеряв работоспособности речь идет именно о табличных данных поэтому посмотрите для тех кто возможность success не работал как выглядит таблица в базе данных access внешне это напоминает даже чем-то современный excel но и действие что расположено это несколько по-другому вот я открыл небольшую заготовочку база данных содержащие одну таблицу открывая эту одну таблицу страны пожалуйста вижу информацию которая действительно имеет привычный вид и на excel очень здорово похоже что можно отметить здесь это то что есть такая же возможность применять автофильтр сортировку данных в этой таблице но есть и свои особенности например внизу есть кнопочки перехода по строкам этой таблице и даже видно общее количество строк записи в этой таблице правда отличие есть еще и принципиально такое что в базах данных у нас есть заранее описаны строгие правила того как у меня может и не как допустимо сохранять ту или другую информацию ну например а в базах данных у нас есть отдельная настройка описывающий тип данных каждого столбца но это называется поля таблицы поэтому тип данных каждого пуля вот скажем если посмотреть здесь у меня информация в основном имеет характер текстовый то есть сюда я могу поэтому вводить название стран валюту и так далее словами а вот телефонный код вот тут я не знаю это число или текст но вроде бы одни циферки но судя по выравниванию это тоже пример текстового значения а значит я здесь не циферки но и буквки тоже могу сохранить но если вы хотите запретить вводить в этом столбце текстовые данные то это можно сделать следующим образом переключиться в соответствующий режим конструктора и здесь увидеть настройки для каждого из этих полей какого типа там данные вот телефонный код я мог бы сделать не текстом а числовым значением что в результате результате изменив эту настройку теперь я должен подождать здесь какие-то у меня проверки прошли на этот случай теперь я могу попробовать сделать следующее ввести сюда цифру не проблема а если вы эту же пустую ячейку ввести буковки мне говорят что это данные несоответствующие типа это невозможно сохранить в числовом столбце поэтому введите какое-то новое подходящее значение вот к чему я это все покажу а в access это является настройкой которая не имеет полного аналога в электронных таблицах и цели и поэтому подобные ситуации могут вызвать проблемы при импорте данных то есть у меня разнородная информация в одной колонке в каком виде это сохранить не потеряв каких-то сведений надо будет обсуждать заранее либо попробовать сделать это и по факту убедиться произошел импорт с ошибками либо без ошибок хорошо когда конечно сразу у меня все и без ошибок происходит это правда редкий случай особенно когда данных много и все заранее проверить детально глазами не получается но вот такой момент я здесь кратко описал и еще одна вещь которая присутствует у нас в базах данных и не имеет аналога в excel это наличие но правда необязательного но очень часто встречающегося поля первичного ключа то есть некий уникальный код в данном случае часто в таблицах этот код заполняется автоматически вот как например а в этом списке стран если я захочу сюда добавить дополнительно еще какую-то новую запись в конце то вот этот код страны вводить вручную я не могу он присылается сам автоматически а остальные данные я заполняю уже самостоятельно например какой-то страны мне здесь наверняка нету но давайте вот не вижу здесь ну-ка проверим поиском страна под названием гондурас отсутствует все добавим ее эту новую запись вот как видите присвоился автоматически сам остальные данные пока я не знаю о них ничего оставлю пустыми и заполню по мере необходимости там позже когда уточню эти сведения не помню столицу валюту которая используется в стране гондурас хорошо значит это вот такая вот а у нас предварительная информация а теперь как можно находясь в базе данных access перенести в нее сведения из других программ речь идет о импорте данных из excel так вот для этого нам потребуется кнопка находящийся на вкладке внешние данные процесс здесь располагается две группы действий импорт или экспорт данных но нас интересует именно импорт то есть перенос информации из внешнего файла любого допустимого формата в текущий файл база данных access и вот здесь вы сразу заметите первую в списке на импорт у нас стоит excel как наиболее распространенный источник информации с которым уже работают которым уже накопились какие-то сведения есть и прочие здесь виды файлов но вот excel на первом месте буквально если нажать эту кнопочку то нам предлагается следующее указать откуда из какого файла мы импортируем данные выбрав обзором этот файлик и затем указать что конкретно мы хотим сделать в нашем случае так вот хочу отметить интересный момент как правило для любых форматов файлов это касается не только excel и для любых даже программ у нас всегда происходит импорт созданием какого-то нового списка то есть это импорт на новый лист или импорт в новую таблицу или импорт куда-то там еще то есть мы получаем некий новый объект вот здесь то же самое первый вариант импорта в новую таблицу но оказывается для excel возможно еще и импорт с добавлением данных в уже имеющейся существующую таблицу что тоже интересно рассмотреть потому что такие задачи также возникают это я планирую продемонстрировать кроме того есть еще и третий вариант который не является как таковой импортом а представляет из себя создание ссылки ярлыка на внешний источник данных в этом случае а мы с вами получаем только обращение к хранилище информации но не переносим не копируем ее в базу данных поэтому полноценная работа со связанной таблицей не возможно это имеет массу ограничений я про связанные таблицы сейчас подробно распространяться не буду кому это интересно мы это рассматриваем и на учебных наших курсах ну и на самом деле она эту тему можно делать вообще отдельный семинар а сейчас пойдет в первую очередь на разговор о импорте данных созданием новой таблицы что для этого нужно но естественно нужно эксельский файл я покажу небольшой файлик в котором у меня ряд примеров различных таблиц и попробую продемонстрировать импорт этих таблиц с разными вариациями посмотрим что может у нас импортироваться без особых проблем а такие случаи будут вызывать те или другие ситуации когда это не работает файл я не знаю открыт нет вот он данные excel я открою сейчас продемонстрировал я взял какие-то вымышленные данные которые у нас используются для упражнений на занятиях по курсу excel но тут их много различных заготовок посмотрим что из этого а мы сейчас получим начну я с такого момента в базу данных xs из excel как правило мы импортировать можем информацию имеющий такой же табличный вид как и в базе данных то есть первое требование о котором идет здесь речь это таблица может содержать максимум одну строку с пояснительным текстом с какими-то заголовками и уже начиная со второй строчки и далее должна содержать информацию либо вообще не имея никакого заголовка сразу начинается с данных в случае если первая строка с заголовком отсутствует во время импорта мы можем сами вручную для каждого поля дать его название напечатав на клавиатуре но это лишняя работа и кроме того обычно в цели у нас заголовки какие-то есть поэтому мы говорим о том что нам нужно только проверить насколько удачно и аккуратно выглядят эти заголовки недопустимым в данном случае является несколько моментов первое объединенные ячейки в этих заголовках какие-то вспомогательные строки если заголовок у меня не в одну а в несколько строчек размещен какие-то общие подписи там и тому подобные вещи кроме того не всегда работает импорт если у нас используются некоторые символы в именах полей вот в этих вот строках заголовка 1 строке заголовка у нас в цель можно писать в общем-то любые значки а оказывается база данных не разрешают символы такие как в именах полей символы такие как . восклицательный знак квадратные скобки и тому подобные вещи в этом случае импорт как правило удается завершить но название приходится так или иначе корректировать а значит это можно сделать и в процессе импорта и потом по его окончании или вот здесь еще заранее в исходном экселевском файле но пока у меня заголовки которые здесь вижу вполне удобоваримы я хочу попробовать данные а вот этих товарах которых меня здесь сколько вот 44 строка заканчивается вот эти вот 44 строки импортировать в xs что я для этого дела и цель можно при этом не держать открытым я его закрою чтобы он не отвлекал внимание и иду сюда импорт цель обзор а дальше я нахожу где у меня лежит это на рабочем столе информация вот она импорт в новую таблицу окей затем интересный момент мы с вами видим что файл который мы обратились содержит не один а много рабочих листов если переключаться между этими листами мы увидим их содержимое ну начальные некоторые строчки а дальше можно пролистывать что там хранится и таким образом мы можем выяснить где же тот лист на котором находится интересующие нас данные за один раз импортируется только один рабочий лист поэтому если вам необходимо импортировать данные сразу из трех листов вот сразу не получится три раза будем запускать импорт повторно в этом случае ну хорошо мы сейчас только один лист планировали импортировать поэтому я выбираю его вот он лист товара иду далее далее вот тот вопрос о которым я заранее говорил первая строка содержит заголовки столбцов так это или нет но мы по факту видим что действительно у нас первая строчка это не данные потому что здесь словами написано объем партии цена они стоят какие-то цифры когда для нас это заголовки столбцов отлично галочка включили далее а вот этот шаг наиболее интересный потому что здесь а мы с вами каждый столбец выделяя просматриваем и уточняем некоторые его настройки как я говорю здесь можно подправить имена полей просто у нас не всякие названия рекомендуется например я стараюсь имена использовать такие чтобы в них не было никаких значков не запятых не звездочек там не скобочек единственный символ который допустим в использовании это нижнее подчеркни с ним как правило проблем не возникает эти моменты можно уточнить второй момент тип данных то есть вот здесь я могу посмотреть насколько правильно программа определила характер информации в той другой колонке вот например объем партии в тоннах здесь какие цифры у меня встречается но я пока вижу только целые значения если у меня здесь не будет две с половиной тонны а будет всегда ровно две тонны пять тонн там три тонны тогда можно использовать не число с плавающей точкой где возможно дробные значения а например целое число вот тут уточнение такого плана правда если у меня были значения дробные а я это не обратил внимание сделать числовыми целыми числами произойдет автоматически округление потеряется часть информации тут данном случае поэтому программа и предложила на всякий случай использует число дробное чтобы данных не потерять а вот с ценой тут еще интереснее так как excel как правило для различных цен использует денежный формат ячеек то процесс реагирует на это как на специальный тип данных для него это денежная величина денежный тип и это в общем то можно согласиться оставить в таком виде остальные данные которые здесь вижу давайте я посмотрю что в них еще дата поступления дата и время определено верно но можно было всегда опять таки свериться а вот брак это значение в процентах и не кондиции тоже значение в процентах вот тут мы имеем дело точно с дробным числом в данном случае специального типа данных процентного не существует но процент это что один процент это одна сотая от единички а вот тут у меня значение 0 8 процентов это восемь тысячных 0 0 8 в данном случае это числа дробные но вот насчет двойной точности я не уверен можно попробовать сделать и число соберна одинарная точность это у нас до восьмого знака после запятой нам такой точности в процентных в расчетах может быть достаточно как видите excel всегда предлагает максимально возможную точность это двойная точность ну а мы уже с вами если что-то керектируем так то здесь подправил тут подправил можно было бы и вообще ничего не исправлять попробовать импортировать все как есть но я действительно наверно так и поступлю не буду больше вносить никаких изменений иду далее на этом шаге задается еще один вопрос в базах данных таблицы обязательно должен присутствовать уникальный код если у нас такой уникальный ключ в таблице который я сейчас обратился я смотрю ну не знаю уникальное название товара возможно но я не уверен поэтому можно ничего не использовать в качестве ключа либо попробовать определить ключ на основании какой-то из этих колонок где вы знаете что у вас значение не повторяется либо создать ключ автоматически это просто будет порядковый номер добавляться у нас каждой записи что в общем-то не сложно сделать и потом вручную уже средствами акцесс но я хочу сделать автоматический ключ просто по порядку там номер какой-то будет идти и далее название таблицы товары анализ я не использую здесь готово получилось импортируйте это без вопросов смотри здесь сказано что импорт товаров завершён все ошибок никаких нету и даже можно сохранить шаги импорта с целью такой если вам потребуется повторить импорт еще раз из того же самого файла с того же самого листа вам не нужно будет повторно проходить эти пункты шаги а можно обратиться к уже готовому сохраненному сценарию это возможность которая несложно организованно если вы решитесь это сохранить вот с таким названием например импорт данные excel как у меня там называлось товары кормлист товар то результат получается такой вот у меня сформировалась новая таблица товары который я вижу не пропали никакие мои данные единственное что иногда бывает утрачивается настройки формата то есть вот я например вижу что цена здесь без обозначение валюты получились это не проблема то есть всегда можно настройку такую задать принципиально данные то не потерялись с ценой процентный формат я вижу вообще не пострадал то есть сохранился как есть у меня здесь ну и количество записей а вот тут вот интересный момент количество записей почему-то лишнее помните у меня было товаров по-моему сорок четыре строчки так вот сорок три сорок четвертый это заголовок начали тоже есть дальше пустота вот проблема которую я не ожидал сейчас увидеть еще заранее так как это не вызывало сообщение об ошибке и тем не менее себя проявил почему программа захватила лишние путы с той строки могу объяснить идея заключается следующим я открою обратный экселевский файл и покажу вам эту ситуацию окажется вот смотрите у меня например вот здесь раньше были какие-то тоже данные и когда я импортирую информацию у меня эти данные тоже будут подгружаться захватываться но если вы эти данные потом вот так вот выделяли и нажимали клавишу delete то вы таким образом удаляли информацию из ячеек но не удаляли физически сами записи с этими данными вот в таком случае программа считает что у вас табличка какого была размера такая остается то есть как будто здесь данные какие-то продолжаются чтобы наверняка гарантированно избавиться от вот этой вот пустой как бы информации надо выделять и нажимать кнопочку удалить именно удалять строки языки то же самое со столбцами бывает что при импорте смотришь захватились несколько пустых колонок которые расположены а у меня где-то были вот здесь может быть в них какой-то пробел остался а может быть просто сохранил сформатирование или еще что-то то есть раньше они использовались а теперь мы очистили содержимое но сохранили информация об этих ячеек вот удаление помогает поэтому я удалил физически все что у меня правее и ниже моей таблицы сохранился и попробую повторить тот же самый импорт еще раз это мне сделать будет несложно я удалю вот эту попытку она вполне удачный было но с какими-то неточностями и повторю этот же импорт не вручную как я сейчас делал по шагам а кнопкой сохраненной операции импорт на той же вкладке внешние данные вот эта заготовочка сохранена выполнить и горстью успешно импортирован вот на этот раз я надеюсь таблица товара получится вот смотрите уже меньше но все равно какие-то пустые строки были захвачены я наверное не все удалил я же так на глазок на обум делал значит до сорок девятой строки до пятидесятых где-то надо удалить ладно третий попытка я думаю будет самый удачный в исходном файле xl где-то еще сохранил сведения о том что вот эти вот ячейки когда-то применялись в работе вот сейчас я удалю их окончательно знаете на самом деле как проверить что он мне не захватит лишнего очень простая вещь находясь в excel на листе попробуйте комбинацию control and control and control home вот я вижу что у меня не выходит а дальше чем а вот этот вот левый верхний угол моей таблички если он у меня прыгнул куда-то ниже где уже информации нет но на при импорте может лишнее захватить это не беда но просто надо проверять каждый раз результат насколько удачно хорошо еще раз повторю так импорт теперь прошел успешно красота а дальше хочу вот к такой момент обсудить дело то что вот в этой таблице которая сейчас импортировал у меня был ряд колонок с вычисляемыми значениями смотрите что это за вычисляемые данные ну например это у меня в excel было следующие их так сразу и не поймешь где тут данные где тут формула но если я включу показ формул именно то это станет то это станет очевидно вот начиная со ставца h и далее это все вычисляемое значение количество брака считается в процентах которые здесь указаны от общей там размера объема партии количество кондиции это соответственно объем партии минус не кондиции и брак отпускная цена кондиции не кондиции считается там 60 и 120 процентов от исходной цены ну какие то вот такие формулы здесь заложены так вот я хочу показать что с этими формулами стало по окончании импорта здесь то понятно если я поменяю а например цену первого товара там сделаю вот такую ее то по идее у меня должен автоматически произойти пересчет и вот этих значений верну назад как было но и тут старые цифры кивины а вот первый access так можно не сохранять наверно но теперь в access вот я говорю у меня вот эта цена а а вот тут отпускная цена это расчетная величина 120 процентов от данного поэтому если здесь будет цена 5 тысяч там получится цена 6 тысяч ничего подобного здесь у меня цена может быть вообще любая какая угодно почему потому что при импорте данных у нас все формулы сохраняются в базе данных как значения вывод из этого а нужны ли нам эти значения в базе данных на самом деле нет объясню почему базах данных используется следующий принцип здесь хранится только то что является исходной информацией если какие-то данные можно получить с помощью вычислений мы эти расчетные формулы пишем запросах базы данных там это работает быстрее и эффективнее и только тогда когда нам потребовалось не нужен мне сейчас этот расчет я не загромождаю память не соответственно используя лишние ресурсы для пересчетов и для обновлений храню только исходные данные поэтому как быть в этом случае все вычисляемые поля мне в таблице не нужны по-хорошему их надо было бы просто удалить если я сейчас их импортировал то в конструктор зашел и то что мы говорили является расчетными значениями вот это удалить совсем то есть хранить только те данные которые относятся к исходным сведениям заполняемым вручную второй же вариант такой мы с вами можем сразу во время импорта пропускать эти поля я покажу это еще разочек а когда я выполнял импорт данных из соответственно вот этого файла вот с листа товары то я мог на одном из шагов вот здесь где уточнял тип информации сразу говорить мне вот эта подробность не нужна то есть например цена это не нужна даже если она не расчетная величина я ее пропускаю процент брака не кондиции ничего это не нужно это тоже не нужно оставлю я только в конце например поля с окончательно отпускной ценой то есть в данном случае я вообще интересно поступил у меня исходная данная цена но я ее пропускаю зато копирую к себе результат расчетов вот это пробую что получится раз-два но товар уже назвать это не удастся наверно зоком товары 2 и результат вот только те колонки которые я попросил были импортированы ничего лишнего это значит заранее не надо удалять ненужные вам а остаться и в excel а можно перенести вот таким тупо хорошо с этим мы разобрались немножко а теперь несколько ситуаций которые возникают еще во время импорта несколько побыстрее буду рассказывать она вещи несложны например вот такая ситуация я хочу импортировать данные с листа на котором не одна а две таблички вот бывает же такое цель 1 таблица рядом 2 а там 3 да без проблем мы здесь можем свое вольно как угодно располагать данные но если эти данные имеют ярко выраженные отдельные заголовки в виде одной строки то в принципе это получится импортировать в базу данных access но для этого надо будет сказать что это две разных таблицы как это сделать а очень просто мы можем с вами в access импортировать не только вот так вот содержимое листа целиком как один общий список но и также так называемые именованные диапазоны вот цели представляете наверняка а как это делается то есть я заранее должен об этом позаботиться в excel выделить скажем вот эти ячейки вместе с заголовком и назвать это предположим словом поставщики все пожалуйста поставщики у меня вот эта таблица и я это смогу импортировать отдельно а это назвать у меня товар уже было название поэтому скорее всего это назову скажем как мне там список товаров пожалуйста вот такая штучка получается ну а дальше я а попробую их импортировать но специально сейчас в процессе импорта хочу и оставить место для каких-то ошибочных значений какие ошибки я сделаю но пускай у меня у поставщиков проблем никаких не будет а вот у товаров будет что не такого плана ну например здесь где-нибудь будет указана неточная информация то есть цена предположим отсутствует вместо того чтобы оставить пустую ячейку мне там поставили какой-нибудь прочерк какие-то минусы такие наставили он не горит там формула да там серьезно форму а это он решит что это формула просто значок минусы вот бывает такой или вот тут написано у меня будет нет данных посмотрим как он на это среагирует а здесь я ввиду какую-то некорректную дату но скажем у меня пускай будет 39 июля июля но не бывает такой даты посмотрим как на эту программу меня среагирует во время импорта это даже интересно понаблюдать все сохранился и и иду опять заниматься импортом excel тот же самый файл в новую таблицу говорю мне нужно данные с вот этого листа ничего не получится данные этого листа это не один список и поэтому если идти далее то он не понимает а что там заголовки себя представляет а как вообще-то загрузить неверно возвращаясь назад не нужно не лист а именованные диапазон и и вот они пожалуйста именованный диапазон там какие-то уже были раньше я просто не обратил на них внимание а вот еще два моих и и первый именованный диапазон без проблем импортируется только надо пометить что там есть заголовки да да далее далее готово пожалуйста без всяких ошибок таблицы поставщики получилась а вот второй именованный диапазон сейчас будет загружаться с ошибками и на диапазон список товаров далее заголовками далее а дальше смотрите вот я проверю цена он определил денежная величина а дата поступления почему-то короткий текст но он просто уже увидел что здесь неверная дата находится но если бы программа этого не заметила если бы эта ошибка была где-нибудь дальше там большом списке в конце тогда бы а у нас скорее всего автоматически здесь бы стояло значение типа дата и время иду далее код какой-то добавляю до список товаров а вот это вот ситуация которая возникает если импорт с ошибкой программа говорит о том что импорт не завершен но часть данных не была успешно импортирована поэтому будет сейчас создано две таблицы одна список товаров с тем что удалось импортировать и вторая список товаров ошибки импорта с указанием причин ошибок и места где они возникли сохранять шаги импорта в данном случае можно если вы исправите ошибки вам скорее всего придется повторить этот импорт и посмотрите что получится поэтому я сохраню импорт данных excel это назову лист диапазон диапазон список товаров и пожалуйста список товаров видите где ошибки где цена у меня пустая и где дата поступления данная не сохранилась а в каком именно месте а вот таблица ошибки импорта это показывает в дате поступления в восьмой строке в цене в десятый и в пятнадцатый правда строки эти не здесь в access а в исходной таблицы базе в экселевском файле поэтому если у вас получился очень большой список ошибок то параллельно открывать эту таблицу ошибки импорта открывайте исходный файл excel и прям рядышком расположив их начинайте сверяться смотреть так что у меня сейчас в поле дата поступления восьмой строке так а где у меня это а дата поступления вот эта колоночка есть раз два три четыре пять шесть семь восемь а нет восьмая это с учетом заголовка да вот не пойми какая дата уточняю сверяясь документации а там не 39 а 29 число исправили значит эту ошибку можно уже вычеркнуть мы с ней забрались дальше с ценой 10 в 15 строчке то же самое смотрю что тут творится десятой строке непонятно что надо удалить это пятнадцатый неизвестно что уточнили исправить здесь ноль поставили вообще хорошо все исправления провели исходная таблица с ошибками мне больше уже не нужна я ее вообще удаляю а вот эта таблицу список товаров я импортирую повторно можно даже не удалять почему то что сохраненная операции импорта сохранила импорт каждый раз в новую таблицу если такая уже есть она удалится автоматически сейчас вы увидите сами импорт диапазона выполнить перезаписать существующую до успешно импортировать пожалуйста и и теперь здесь с датой все в порядке вот здесь с этими значениями все в порядке ошибок импорта создана не было но это конечно надо пробовать экспериментировать на конкретно своих данных если такая возможность возникла хорошо можно было бы назвать еще массу причин различных ошибок и я думаю что если эта тема интересна то это естественно мы обсудим подробно еще на наших занятиях потому что импорт тема которая разбирается на курсе microsoft xs база данных уровень 1 и повторяется но более углубленно на курсе уровень 2 но тем не менее одну вещь я хотел бы прямо демонстрировать прямо сейчас возможность импорта с добавлением это я продемонстрирую на вот таком примере когда в excel мы имеем дело с большими какими-то списками очень часто эти списки располагают не на одном листе а наоборот одна табличка разбитая на несколько листов вот вариант один лист с несколькими таблицами вы уже видели реализуется с помощью именованных диапазонов такая задача а то есть у меня наоборот есть филиал 1 а филиал б там филиал в и это данные содержащие вот такую вот информацию которую мне бы по-хорошему объединить в общий список и анализирует совместно можно ли это совместить оказывается можно но а для этого необходимо только одну вещь заранее спланировать это для таких данных на разных листах которые вы хотите импортировать в один общий список необходимо совпадение полностью заголовков то есть чтобы вот эти названия здесь и здесь и здесь были совершенно идентичными это может быть специально даже заранее подготовить выверить и исправить кроме того нельзя будет процессе импорта пропускать отдельные колонки потому что опять у нас будет не стыковки возникать а так если столбцы по количеству и по названиям одинаковые импорт с добавлением возможно я попробую сейчас сделать следующее у меня нету данных о продажах товаров а вообще никаких поэтому я импортирую данные о продажах филиала а а потом туда же добавлю данные филиала б название а у них в заголовках одни и те же поэтому я думаю что проблем совместимости возникнуть не должно попытаюсь это сделать и а как раз посмотрите как это выглядит запуская импорт первый раз это импорт в новую таблицу мы уже это наблюдали достаточно просто все произойдет а вот это вот нехорошо некоторые поля недопустимые имена имеет вот это я боюсь у меня не сработает какое поле ругается он последней колонке видите название поле 6 не такой вариант не пройдет значит я выяснил в чем там причина знаете что не понравилось программе в шестом столбце у меня там название написано с переносом с помощью комбинации alt enter не работает такая штука в базах данных вообще никак поэтому сделаю-ка я там обычную вещь то есть без всякого принудительного переноса я такой же заголовочек скопируя на второй и на третий лист иначе это будет очень серьезной проблемой мне импорт провести как я планирую не удастся вот так удастся еще один раз попыткам импортируя я данные первую очередь в новую таблицу и смотрю чтобы он заголовки сразу подтянул без ошибок не возмущался бы надо опять рукается где-то еще что-то пропущено я не вижу сейчас правда это наглядно но давайте подойдем далее посмотрим так где там ему может быть что-то не понравилось я даже не могу сейчас предположить ну ладно дальше код не буду создавать никакой код определю по номеру заказа вот здесь уникальный код уже есть далее просто назову это продажи по филиалам готов индекс или ключ ага ему не понравилось что у меня что-то там было в конце пустое судя по всему ну-ка ну да как обычно видите сколько он пустых строк захватил вот это проблема сейчас я не буду заново импортировать будет решена так я пустые все отфильтрую значение и просто их удалю здесь прямо на месте а вот со вторым листом там я уже конечно позабочусь о том что эти пустые данные отсутствовали проверять все приходится вот так заранее даже не знаешь удастся не удастся что у меня тут ниже расположены сейчас проверим все удалю гарантированно чтобы ничего не было сохранюсь попробую нажить control home control and ах ты он еще лишние колонки захватит смотрите тоже их удалю и сохранюсь теперь control and control home вот все будет захват и вот единственное что ругался на какие-то названия столбцов посмотрим на что ему не понравилось он будет реагировать если что исправим и наконец теперь вот такая попытка импорт данных но с добавлением в существующую таблицу продажи окей где у меня филиал B вот он что в нем что в нем там внизу можно кстати сразу здесь убедиться что он пустые строки захватывает нет не захватывает далее заголовки должны быть обязательно вот насколько они удачные мы узнаем на следующем шаге далее готово нет не ругался все ему понравилось говорит импорт завершен успешно ошибок вообще не было очень здорово и смотрю у меня в таблице продажи появились и данные с номерами заказов начинающие с буквки B это заказы другого филиала они у меня в общий список теперь добавят вот таким образом это мы можем с вами сделать и собрать много-много информации ну и последний вопрос возникает такой а есть ли какие-то ограничения в xs на количество этой информации ну на самом деле тут ситуация такая в excel у нас старых форматах файлов было ограничение количество строк 65 тысяч с небольшим на каждом листе и собственно когда надо было хранить больше данных там 100 тысяч 200 тысяч записей я вынужден был резать это на части на разные листы располагать сейчас конечно такой проблемы нет до миллиона записи строк может быть в excel рабочем листе размещено но тем не менее а кто знает а вдруг вам нужно данные на одном листе там 800 тысяч на другом 900 тысяч а в сумме это уже больше миллиона вот в xs это не проблема здесь пока позволяет физический размер файла мы можем с вами размещать данных в строках неограниченное количество правда на практике конечно это не до бесконечности получается делать то есть у нас есть ограничение что файл не должен превышать 2 гигабайта но этих 2 гигабайт хватает и на 2 и на 3 миллиона строк предельное значение которые мне попадались в практике это где-то 5-6 миллионов записей в таблице базы данных можно и больше но для этого уже надо там думать на тему как оптимизировать хранение данных правда это уже немало и в принципе больше чем excel бы нам позволил на одном листе разместить а значит вот такая вот вещь мы можем с вами это спокойно импортировать у меня есть пример листа на котором в excel находится ну достаточно много данных не миллион конечно я сделал а большой список это у меня информация где-то ну вот 120 тысяч не вопрос в xs это загрузится без проблем и 10 раз больше данных тоже загрузится это действительно можно легко проверить получается так что ограничения в данном случае нам не страшно хорошо ну и тогда вывод из этого всего следует такой если у вас действительно много сведений информации накопилось в excel файлах и вы хотите их перенести в базу данных для дальнейшей обработки там то это действительно непростой процесс это необходимо вначале подготовить определенным образом то есть избавиться от ненужных заголовков и подзаголовков выяснить какие данные являются расчетными и не импортировать формулы это не оптимально и частенько поработать с самими заголовками то есть избавиться от лишних там дополнительных строк под строк убрать какие-то объединенные ячейки выверить пояснительный текст чтобы он был допустимым для базы данных ну а в процессе импорта еще убедиться что у вас импортировалось все либо возникали какие-то мелкие ошибки которые тоже устранить и повторно импортировать это еще раз но все это получается как видите в конечном итоге достаточно гладко и остается потом уже забыть о этих проблемах которые в excel возможно постоянно и работать в базе данных где подобные ошибки просто уже не сделаешь потому что в данном случае например у меня заданное ограничение что здесь числовые коды здесь у меня даты и так далее и данные несоответствующего формата это просто неверная ошибочная информация так ну что ж в принципе эту тему можно подробно развивать дальше но я еще раз скажу что мы этим занимаемся на курсах которые у нас проходят в центре специалист а поэтому если вам эта тематика интересна смотрите ксс первый уровень как раз с нуля мы изучаем данные вещи уже говорит об импорте а потом о более таких нестандартных ситуациях требующие более сложных приемов мы продолжаем разговор на второй части если же нужна автоматизация этого процесса это рассматривается уже в курсе где мы разговариваем о макросах в среде XS но а макросы в Excel могут быть тоже полезны если вам необходимо очень много исходных данных Excel преобразовать в удобоваримые для базы данных аналогичная вещь не вручную я буду сидеть удалять каждый раз лишние заголовки исправлять название если таких данных у меня там 50 штук листов я сделаю это один раз и потом повторю макросом автоматически для всех подобных данных то есть тут есть что действительно освоить изучить и если подобные вещи понадобятся где-нибудь то имейте ввиду у нас это на курсах различных направлений рассматривается ну что ж на этом я хочу остановить свой рассказ всего хорошего до новых встреч записывайтесь на наши семинары следите за расписанием и я надеюсь мы еще с вами пересечемся пообщаемся возможно и в реале поединке в в в Продолжение следует...